Еще раз доброе утро. Пока к нам приходят опоздавшие и проснутся те, кто уже пришел. Сначала, чтобы не грузить вас сразу техническими моментами, моя вводная часть будет посвящена больше разговору о том, что сейчас представляет мир IT и куда мы идем, на что вообще обращать внимание. Собственно, разговор хочу начать вводной фразой из «Алисы в стране чудес» Лиса Керролла о том, что для того, чтобы знать, куда идти, нужно знать, куда ты хочешь попасть. И, собственно, для этого нужно понимать, куда движется индустрия в целом и конкретно то место, которое вы хотите занять в ней. Собственно, это поможет с определением, как то, какие технологии вы хотите изучать, так и то, где и как вы хотите дальше применять свои знания на практике. Для начала давайте поговорим немножко о влиянии вообще IT-индустрии на рынок, на рынок труда в частности. Начнем с небольшого примера из истории о том, как развитие этих технологий вообще повлияло на существование существующего мира. К примеру, можно привести компанию «Кодек», которая уже больше 100 лет, основанная, если не ошибаюсь, в 1881 году. И по состоянию на 1996 год в ней работало 140 тысяч человек. На то время компания была на пике своей популярности. Они занимались лучшими цифровыми фотографиями, были признаны во всем мире. В 1996 году к ним пришел их сотрудник и сказал к бороду директоров, что ребята, давайте заниматься помимо классической фотографии, цифровой фотографии. что вот есть прототип цифрового фотоаппарата, да, у него 0,1 мегапикселей, но за этим будущее и нужно уделять этому вниманию тоже. На что бород директоров посмотрел, сказал, что ну это как-то несерьезно, у этого нет будущего, поэтому мы не будем тратить время на эти игрушки. Что такое 0,1 мегапиксель, если мы занимаемся самыми лучшими фотографиями, которые есть. В итоге Кодак решил не развивать направление цифровой фотографии. Закончилось это тем, что в 2012 году в декабре Кодак был вынужден объявить о банкротстве. На тот момент в нем работало всего 17 тысяч сотрудников из 140, которые работали всего лишь на 16 лет раньше. К примеру, тот же самый год, 2012, Facebook выкупил Instagram, рыночный доллар, который был оценен в миллиард долларов. И в Instagram, который также занимался рынком цифровой фотографии, на тот момент работало всего 13 сотрудников. Это лишь частный пример того, как новые технологии и их изменение влияния на мир, влияет и расстановку сил на рынке. И также то, что нужно пользователям, покупателям, на что они ориентируют свое внимание. Индустрия развивается в целом очень быстро и мир вокруг нас также очень быстро меняется. Вначале поговорим немножко о том, как видят современный мир, хотя бы даже предыдущие поколения. Довольно интересный опрос проводил в этом году LinkedIn на своем сайте. Для тех, кто не знает, LinkedIn – это социальная сеть, которая специализируется на профессиональных связях. связи с сотрудниками, с компанией, между собой, оформлением резюме и так далее. В этом году они провели акцию, по которой предложили участников социальной сети пригласить своих родителей. И, помимо прочего, родителям было предложено заполнить небольшую анкету, в которой, помимо остальных вопросов, спрашивалось, насколько они понимают, чем занимаются их дети. То есть понимают ли они вообще, чем их чадо зарабатывает себе на хлеб. И могут ли они адекватно объяснить это. Конечная статистика выявилась довольно интересной. LinkedIn отобрал 15 профессий, которые были самыми непонимаемыми. Просто предыдущее поколение. Еще раз уточню, что это родители и дети, то есть прямые родственники, если разница всего лишь одно поколение 20-25 лет. Из 15 профессий 4 имеют непосредственное отношение к IT. Пока вы видите только места. О трех из этих профессий сегодня у вас будут доклады. Собственно, сами эти профессии, ну, естественно, разработчик ТО, но это такое 15 место, он еле-еле уместился. Все-таки уже довольно давно существующая профессия, по современным меркам давно, чтобы люди могли понимать, о чем идет речь. Что такое менеджер социальных и медиа, знают уже меньшее количество людей. Хотя это непосредственно не относится к разработке, но тем не менее это специальность, которая появилась, собственно, благодаря развитию этих технологий социальных сетей. Что такое Data Scientist и User Interface Designer, на данный момент не знает почти никто из родителей. Я сейчас просто делаю паузу на пару секунд, попытайтесь предугадать, какой процент непонимания по каждой из этих технологий. Собственно, ответ такой. То есть по User Interface только 3% родителей смогли сказать, чем занимается специалист по графическим интерфейсам. Это просто пример того, насколько все меняется очень быстро. И если 100 лет назад особо новых специальностей не появлялось, и в большинстве своем дети занимались тем же, чем занимались их родители, то в новом мире технологии позволяют как появляться, так и исчезаться большому количеству разных профессий и направлений. И очень сложно за всем этим следить и все это понимать. Собственно, от нынешней картины перейдем немножко к будущему. В этом году Американское бюро труда опубликовало статистику о своем прогнозе на 2022 год, то есть всего через 7 лет. О том, как они видят рынок труда, и это уже прогноз, скажем так, оптимистический. Из основных профессий, которые, в принципе, кому интересно, можете зайти на сайт этого бюро, посмотреть весь список по разным профессиям, я выбрал только те, которые были затронуты непосредственно на IT. Как видите, работники печати через 7 лет потеряют как минимум 5% своих сотрудников. Основной причиной называется то, что сейчас все больше технологий переходит в онлайн, и, соответственно, все больше инвестиций и все больше рекламы также переходит в онлайн. Соответственно, меньше идет доходов вот той же рекламы от печатных изданий. Соответственно, этот рынок немножко сдувается. Больше всего досталось почтовым работникам. И не только из-за того, что бумажные письма стали заменяться электронными, это уже давно произошло, но и также из-за того, что способы доставки постоянно автоматизируются. Оптимизируется логистика, роботизируются склады, и количество сотрудников, которые заняты в этой службе, постоянно уменьшаются. Вплоть до того, что уже есть несколько проектов доставления почты до конечного потребителя с помощью разных роботизированных средств, с помощью дронов и так далее. Соответственно, эта служба потеряет почти 30% своих сотрудников. Опять-таки, это довольно оптимистичные прогнозы, поскольку в зависимости от того, насколько будет прорывы в других или иных сферах, цифры могут меняться. По некоторым оценкам экспертов, в принципе, до 30% профессии в ближайшие 10 лет находятся под угрозой именно со стороны IT, поскольку автоматизация вытесняет. Собственно, вопрос, который у вас может возникнуть, а зачем нам вообще это знать и как это имеет отношение к IT? Основное имеет отношение то, что, скорее всего, именно вам предстоит в обозримом будущем сталкиваться с решением задач, которые будут способствовать автоматизацией либо роботизацией в той или иной сфере. Соответственно, понимая, в каком направлении идет рынок, вы можете примерно предсказать, какие технологии будут быть востребованы, какие знания могут быть востребованы и где будет больше развиваться рынок, в каких технологиях, в каких специальностях. Это может позволить вам проще выбрать технологию, с которой вы хотите начать свое обучение либо начать карьеру. Либо понять, куда вы хотите развиваться в будущем. Да, еще довольно интересный момент. По оценке narrative science еще некоторых источников даже корреспонденты оказываются под угрозой, поскольку всего лет через 15 до 95% новостных репортажей будут уже генериться автоматически без участия человека. Останутся какие-то редакторы, которые будут моделировать и направлять. Но в принципе даже сейчас уже есть ряд проектов, которые приходят люди, интересуются о том, как сделать агрегатор новостей, который будет, к примеру, сравнивать новости с разных сайтов по специальным тематикам, чтобы он определял, что эта новость относится на самом деле к одному и тому же событию, чтобы он их как-то объединял вместе в один поток знаний и выдавал как новую статью отдельную на их сайте. То есть уже такой интеллектуальный агрегатор. В принципе, в этом направлении уже работы ведутся в каком-то смысле. Также все эти изменения необратимо будут влиять и на то, какое будет образование и каким оно должно быть в быстро меняющемся мире. Я думаю, ни для кого не секрет, что образование сейчас не успевает. Не успевает меняться программы и любые специальности, которые сейчас появляются и которые мучают в институте, к моменту выпуска студентов, они уже не являются наиболее актуальными и особенно в IT приходится доучиваться уже либо самостоятельно, либо на месте. Насколько бы не пытались преподаватели с компаниями актуализировать эти программы, все равно любая программа по своему опыту метровства могу сказать, что достаточно один год прочитать, рассказать студентам на следующий год новому студенту нужно рассказывать уже другое. Даже если можно взять за основу старое, нужно к новым реалиям, к новым технологиям, к новым задачам адаптировать то, чему нужно учить людей всего через год. Соответственно, с такой скоростью адаптировать программы на уровне страны, все это стандартизировать становится уже весьма проблематично. Более того, современное образование, кто знает, построено на принципе подготовки кадров для мануфактур. Когда есть заводы, на которых люди выполняют стандартные действия, и в принципе задача первых институтов была именно подготовить людей к фиксированным наборам знаний, чтобы они выходя сразу могли приступить к работе. и дальше в принципе всю жизнь заниматься этой работой. В современном мире этот принцип уже перестает работать, и чем дальше, тем больше, поскольку с какими бы знаниями вы не вышли, какие бы знания не были актуальны, даже те, кто работает на текущий момент, скорее всего, лет через 10 вы будете заниматься совсем другими технологиями и другими задачами, чем занимаетесь сейчас. Вполне возможно, что будут другие языки программирования, которые сейчас еще не существуют. Поэтому особенно в IT самообучение и постоянное обучение выходит на первую роль. Что еще влияет на образование, что оно перестает ограничиваться во времени и пространстве. Ну, с пространством, я думаю, понятно. Все слышали о Курсере и других онлайн-курсах, которые позволяют, находясь в любой точке мира, имея доступ в интернете, в принципе, получают знания. Более того, есть онлайн-институты, где можно записаться и проходить полностью программу института, получить диплом онлайн. То есть на сегодня это уже свершившаяся реальность. Что имеется в виду под неограниченными во времени? Это то, что на первую очередь выходит не последовательность действий. Закончил школу, закончил институт, пошел работать. На первое место выходит получил знания, могу сделать задачу, делаю задачу. И абсолютно не важно, какой у вас возраст. 10 лет, 30 лет, 60 лет. Это теряет свою актуальность. То есть все сводится к тому, что имея доступ к знаниям и мотивацию для самообразования вы можете получить знания, которые помогут вам выполнять задачи. В принципе, уже на сегодняшний момент ничто не мешает школьникам средних классов выучить HTML, CSS и делать какие-то сайты-визитки для своих друзей, размещать их в интернете. Никто не будет требовать у них диплома и заявлять, что нет, мы не будем публиковать у себя ваш сайт, потому что его делал специалист без научных публикаций и высшего образования. То же самое и с людьми старшего возраста. Теряется грань, когда устаревали знания человека, поскольку они будут устаревать автоматически, если вы не будете обновлять. В принципе, технологии устаревают очень быстро. В течение 2-3 лет, если вы никак не обновляете свои знания, то вы можете столкнуться с тем, что вы уже много чего не знаете и либо делаете работу не так эффективно, как ваши сверстники, которые изучали последние новинки, даже по вашему языку, по вашей технологии. Также образование перестает базироваться на запоминании, поскольку имея доступ к глобальным дозам данных, это касается не только Википедии, уже нет необходимости постоянно держать в памяти все константы, все формулы. Если раньше эта часть обуславливалась тем, что даже зная название формулы, еще чего-то, вам нужно было идти в библиотеку, искать книжку, потом в этой книжке искать нужную страницу, еще поймете или не поймете, как это описано в этой книжке, может, нужно взять другую, чтобы стало понятней, то все это благодаря информационным технологиям можно проделать очень и очень быстро. Соответственно, необходимость в том, чтобы запоминать наизусть многие вещи, просто уже отпадает, так как важно не столько помнить, сколько знать, что такое в принципе существует, знать, как это быстро найти и уметь этим пользоваться. Вот именно умение пользоваться выходит на первый план. В принципе, даже в 2003 году, когда я сам заканчивал институт, на последнем курсе преподаватель так и сказал, на экзамене можете пользоваться чем хотите, хоть конспектом, хоть книгой, хоть соседом. Важно то, что когда вы сидите ко мне с вашим листочком, чтобы вы смогли рассказать, что вы там написали, и ответить на дополнительные вопросы. Могу сказать, что даже на четверку было задать не так просто. Ну, в принципе, это уже был пример подхода, где важно не столько помнить все наизусть, сколько уметь оперировать данными и работать с ними. Ну и собственно образование смещается все больше в сторону креативности вместо шаблонного мышления. То, что позволяет создавать что-то новое, новые эффективные способы и изменять мир вокруг вас. Собственно, этот акцент по смещению образования, он уже вырисовывается, но на данный момент проблема идет даже больше не столько в самом образовании, сколько в менталитете людей, привыкших к тому, что нужно ходить в школу, в институты, нужно, чтобы кто-то обязательно подбадривал, давал задания, контролировал. То есть перестройка на самообразование идет не так быстро и не такое большое количество людей может полностью пройти курс чисто на голом энтузиазме и собственном желании. Собственно, от преподавателей в будущем будет требоваться больше не столько начитка материала, сколько именно мотивация студентов к самообразованию. Собственно, немножко поговорим о технологиях, которые уже в обозримом будущем войдут в наш мир и которые могут повлиять и на IT-индустрию, и на то, чем некоторые из вас будут заниматься в ближайшее время. Собственно, над некоторыми профессиями домограммич уже занесен и вопрос только в том, когда он упадет и упадет ли. Первая из таких профессий – это таксисты. И дело в этом здесь вовсе не в Uber и тому подобных сервисах, о которых сейчас много говорят, а именно в искусственном интеллекте и автопилотах. Я думаю, о машинах Google слышали уже все, но еще не все слышали, что помимо Google к массовой продаже и выпуску машин с автопилотами в ближайшие пять лет готовы приступить и General Motors, и Nissan, и Peugeot, и Volvo. Более того, они делают ставку на электрокарах и машинах, оснащенных теми или иными электронными помощниками. Собственно, летом этого года, когда я был на выставке в BMW, у них тоже акцент делался на том, что будущее они видят именно за электрокарами и машинами, оснащенными электронными помощниками. Как это влияет на нас? В первую очередь нужно будет навигация. Несмотря на то, что определенные навигационные программы уже есть, есть Google Maps, Яндекс.Мэпс, Яндекс.Пробки, но с навигацией все равно еще остается много проблем и много задач, которые необходимо будет решать. Помимо этого будут и другие специальности, которые востребованы при развитии этих машин. Нужно будет адаптировать пользовательский интерфейс, нужно будет обрабатывать огромные массивы данных, которые генерятся не только системами самого автомобиля, но и которые позволят отслеживать трафик машин, предотвращать какие-то коалиции, пробки на дорогах, созданные самими же машинами либо какими-то непредвиденными обстоятельствами. Собственно, если кто знает, по предсказанию Рея Курцвелла, это генеральный директор, технический директор, прошу прощения, Google, к 2024 году, по его прогнозам, ожидается появление запретов на вождение автомобилей, не оснащенных электронными помощниками. Поэтому это как бы уже прогнозы на ближайшее будущее. Если ваши дети еще скорее всего будут водить автомобиль сами, то вашей внуки скорее всего уже нет. С большой вероятностью они будут к вам приезжать на автоматических пилотах. Конечно, от того, насколько быстро или медленно будет развиваться технология, зависит не только от айтишников, но и определенной поддержки со стороны государства от экономической ситуации в тех или иных странах. Но в принципе тенденция идет очень активно со смещением в этот сегмент сейчас. Вторая профессия, как ни странно, это лекторы. Как я уже упоминал, говоря об образовании, запоминание информации важность этого отходит на второй план. Так же, как и теряет актуальность начитка одного и того же из месяца в месяц, из года в год. Какой смысл читать лекцию слово-слово, повторяющуюся каждый раз, если можно один раз ее записать и давать студентам просто ее прослушать в видеоформате и уже конкретно со студентами общаться по конкретным вопросам, которые у них возникают. Больше внимания уделять не начитке, а именно работе со студентами, с их вопросами и с практическими заданиями. Видеоматериалы можно посмотреть и дома, и сидя в кафе. Не обязательно для этого присутствовать на лекции в строго определенное время. Саша. Прошу прощения за технические неполадки. Собственно, пока сейчас настраиваются. Я немножко на вскидку написал наборы технологий, которые могут быть полезны и необходимы в этом направлении. Также на картинке вы можете видеть пример из презентации Google Magic Lens. HoloLens, это уже реально созданный прототип трехмерных очков от Microsoft, которые позволяют в трехмерной проекции создавать галлограммы, взаимодействовать с ними просто взглядом. Это пример одной из программ, которая была разработана для этих HoloLens. Это анатомия человека, которая была представлена в этом году на E3 конференции, уже работающий прототип, где любой человек, одевший очки, может взять тело человека, разложить его на слои отдельных скелетов, отдельно кровеносная система, нервная система, может изучить отдельные детали тела и, в принципе, проходить тесты, посвященные изучению, отвечать на какие-то вопросы. То есть программа, которая позволяет и обучать людей, и проводить исследования, если, допустим, сделать он и скан человека, более детально изучать, что с ним происходит. Это один из примеров того, в каком направлении сейчас развивается индустрия образования. Большей наглядности, соответственно, понадобится и необходимость удобного пользовательского интерфейса, чтобы люди не отталкивало то, что они не могут что-то сделать, не могут запустить, не могут посмотреть. Еще одна из профессий, которая также стоит под вопросом будущем, это переводчики. Несмотря на то, что на текущий момент качество переводов электронных все еще оставляет желать лучшего, однако уже появляются и программы, позволяющие переводить разные вывески, они уже доступны в iStore, в Google Play Store. Также уже появляется программа, способная распознавать человеческую речь и переводить его онлайн. В принципе, если кто-то из вас когда-то загружал видео на YouTube свое, то могли видеть, что там уже есть функция в создании автоматических субтитров. То есть вам не нужно самому создавать субтитры. Если у вас достаточно четкое произношение, вы можете просто включить эту опцию и исключительно из аудиодорожки в вашем ролике будут созданы субтитры на английском языке. Я не знаю, доступны ли на других языках, не помню точно, но как минимум можно выдрать эти субтитры, поставить их в Google Translate и процентов 70 из озвученного текста вы сможете перевести и понять достаточно хорошо. 70% конечно это еще не достаточно хороший перевод, но все-таки уже позволяет обходиться без необходимости звать соседа или профессионального переводчика, который знает этот язык, чтобы он объяснил вам о чем тот или иной видеоролик. То, что есть на текущий момент. Соответственно, в этом направлении развитие идет тоже активными темпами и в обозримом будущем необходимость людей, которые будут просто сидеть с вами для того, чтобы перевести, отпадает. Останется, конечно, художественный перевод, останется лингвисты, которые будут больше изучать тонкости языков, но границы языкового, языковой барьер общения, даже живого общения разговорного все больше стираются. Одна из проблем, которые здесь есть, это количество специалистов в области распознавания речи и в области лингвистики, которые могут именно решать задачи и заниматься проектами в этом направлении. Еще из того, что немножко упоминалось, это искусственный интеллект, который в разных апостасиях уже присутствует в тех или иных проектах от автоматических машин до агрегаторов новостных сайтов. То есть это имеется в виду, естественно, не создание терминатора, а именно автоматизированные системы, которые выполняют уже сложные действия. Из новостей, которые были в этом году, довольно интересная, это новость из Института искусственного интеллекта и сознания, лаборатории, которая в этом году удалось провести интересный эксперимент. Трем роботам, для начала, суть эксперимента моделирует логическую задачу о трех мудрецах, которых произвел себя царь, чтобы выбрать себе советника. И на каждого он сказал, что у вас будет надета шапка, но вы не будете знать, какого она цвета. Вы будете знать, что как минимум там одна шапка синяя и вы не имеете права советоваться между собой, но вы должны сказать, какая шапка конкретно на вас. Примерно эта задача была поставлена перед нанороботами, им было введено в программу, что им дали отупляющую пилюлю, которая не позволяет им говорить. Два робота действительно не могли говорить, один из них говорить мог. И, собственно, задали вопрос, какую пилюлю вам дали. Вопрос был, можете ли вы говорить. Через некоторое время один из роботов поднял руку и сказал, что я не знаю. Но через секунду он себя поправил и сказал, ой, нет, теперь знаю. Это пример работы искусственного интеллекта. Он подтверждает факт того, то есть по сути это является доказательством того, что самосознание может быть запрограммировано. И что открывает, в принципе, безграничные возможности для дальнейшего развития искусственного интеллекта. В принципе, по прогнозам того же Рея Курцевела в 2029 году уровень искусственного интеллекта достигнет уровня интеллекта человека. Ну, поживем, увидим. Кому интересно, могу им порекомендовать фильм «Сингулярность рядом». Книга Курцевела была выпущена в 2005 году. Фильм по книге был снят в 2010. Там описывается и ряд его предсказаний, и объясняется на основе чего сделаны эти предсказания. Собственно, искусственный интеллект в том или ином виде постоянно сейчас входит в нашу жизнь, хотя бы в виде каких-то автоматизаций, поэтому даже если вы не являетесь специалистом в этой области, то, по крайней мере, большая вероятность, что использовать какие-то сторонние библиотеки, выполняющие, позволяющие автоматизировать операции, вам предстоит. Ну, естественно, никуда не деться от компьютерных игр. Например, опять-таки, возвращаясь к Microsoft HoloLens, на той же E3 в этом году была представлена голографическая версия Майнкрафта. В принципе, это уже не компьютерная графика, просто сделанная для рекламы. Это реальный прототип, который вживую был представлен и позволяет работать, взаимодействовать с окружающим миром просто с использованием голографических очков. То есть, так или иначе, появление виртуальной дополненной реальности уже неизбежно. Вопрос только в том, когда она выйдет на тот уровень, когда она станет доступна массовым пользователям. Сейчас основная проблема, как очков от Google, Microsoft и других производителей, которые занимаются, Samsung состоит в том, что стоимость этих очков довольно большая, в то время как функционал остается достаточно ограниченным, плюс мало поддержки со стороны программных разработчиков, то есть мало какие программы это поддерживают. Хотя идет развитие инвестиций достаточно большие в эту сферу и вполне вероятно, что в ближайшее будущее дополненная реальность станет неотъемлемой частью нашей жизни. А помимо проекта Microsoft и HoloLens у Google есть компания, которая инспонсирует Magic Leap, который, в принципе, занимается аналогичным проектом. И у них уже также есть готовый рабочий прототип дополненной реальности. Собственно, если кто-то из вас планирует заниматься именно компьютерными играми, то, думаю, для вас не секрет, что смещение сейчас идет больше на социальные аспекты и виртуальную реальность, которая тем или иным способом позволяет обучать людей и дублировать то, что они видят в реальной жизни. В принципе, одна из задач с образованием, которая стоит на текущий момент, это то, что образование, в том числе мотивация самообразования, может идти через игры. Но есть такая проблема, как было сказано в одном из докладе на TED, что самообразование – это как брокколи, оно полезно, но не очень хочется его есть. Игры – это как шоколад. Его хочешь есть, но вроде не очень полезно. Вот только никто не хочет есть брокколи, политые шоколадом. Это пример того, почему люди не хотят играть в обучающие игры. И задача сейчас стоит отчасти в том, как придумать так, чтобы внести в игры элемент обучения, а в обучении элементы игр, геймификации. Собственно, немножко отойдя от технологий, поговорим вообще о том, что такое технологии стэк-технологии, чтобы было немного понятно о том, что вам изучать и для чего это вам нужно. Вот стэк-технологии подразумевают набор технологий, которые покрывают решения разного набора задач, которые могут быть необходимы в вашем приложении. Это может быть доступ к данным, это может быть взаимодействие с клиентом, взаимодействие с операционной системой. Условно на слои можно разбивать по разным принципам. Здесь представлен один из вариантов разбиения на слои. И, соответственно, те, которые будут быть затронуты в вашем приложении, они могут покрываться разными языками программирования, разными библиотеками, разными технологиями. Под стэком технологии понимаются две вещи. Если говорить о стыке технологий конкретной компании или конкретного фреймворка, как, к примеру, dotnet framework, то там имеется в виду именно набор всех технологий, которые позволяют покрыть все эти аспекты, которые есть в рамках данного фреймворка или в рамках использования данного языка программирования. Если говорить о стыке технологий проекта, то там ситуация может очень сильно отличаться, поскольку в проекте вам не обязательно использовать технологии от одного производителя, то есть из одного фреймворка. По необходимости могут использоваться задачи, могут использоваться технологии разных производителей. И я сейчас покажу это на примере реального проекта, как это может выглядеть. К примеру, пришел клиент и просит для своего интернет-магазина сделать небольшое приложение, которое будет принимать заказы, готовить контент этих заказов и с помощью специальных роматизированных устройств создавать, собственно, конечный продукт, который будет отсылаться пользователем. Вроде ничего особо сложного по архитектуре. На скидку выбрали базу архитектуры, будет сервис, веб-сервис, который, собственно, будет принимать на вход запросы от интернет-магазина. Будет база данных, где, собственно, будут храниться заказы и текущий статус обработки. Какое-то базовое приложение, которое будет разребать эти заказы и отдавать клиентским приложениям непосредственно связанным с физическими устройствами для выполнения конечных этих заказов. Технология на тот момент не имела особого значения. Это мог быть C++, C-Sharp, Java, PHP. C++, собственно, рассматривалось. Поэтому, если задача могла быть решена на одной технологии, она могла быть решена на другой. Поэтому выбор дотнета в данном случае был чисто интуитивным, чтобы потратить меньше времени, были свободные люди. Вроде достаточно. Возникла проблема при реализации. Первый затык возник на связке с железом. Как выяснилось, аппарат может принимать задачи только в виде текстовых файлов. Никакой другой API у него нет. И выдавать результат своей работы тоже в виде текстового файла. То есть только по логам можно понять, что вообще с ним происходит, что он делал, не делал, заклинило его или еще что-то. Более того, поскольку нужно было в этот агрегат отправлять картинки, которые были индивидуальны для каждого клиента, там с его индивидуальным именем, поздравлением, с адресом, то возникала проблема с этими картинками, поскольку отправляя их непосредственно на устройство, можно отправить было только в виде prn-файла. Это откомпилированное драйвером специально в бинарном виде готовое изображение. Вопрос был в том, как этот откомпилированный файл получить. Оказалось, что вариант только один. Запустить файл на печать на этот драйвер и сохранить, настроить драйвер так, чтобы он отправлял его не на устройство, а в файл. Таким образом мы получали файл, который можно было потом отдать устройству, чтобы он его распечатал тогда, когда нам нужно, а не сразу. Все хорошо, но только драйвер тоже не хотел сотрудничать. Когда на него отправляешь картинку, он показывает диалог pop-up окна и там, пожалуйста, введите путь, куда сохраните и нажмите кнопочку ok. Для пользователя вроде бы не так страшно. Проблема в том, как это дело автоматизировать, поскольку это окно не нашей системы, это окно Windows, которое появляется в свободном месте и которое нужно еще в текстовое поле попасть, ввести текст и нажать еще кнопочку. Причем это нужно делать так, чтобы не остановить работу всего остального. В общем, пришлось использовать уже более хитрые варианты для того, чтобы это обойти. И стек проекта немножко изменился. Во-первых, пришлось добавить в RIS+, работа с WinAPI, решение этих проблем. Во-вторых, добавился Shell, башевский, который позволял легко взаимодействовать с текстовыми файлами, быстро их штудировать. То есть это чисто для отлапки, позволял ускорить время программистов для решения и просмотра, что там с ними творится. Ну и также появился еще PHP, скрипт, который создавал контент шаблонный. Как я объясню, это был наиболее быстрый и простой способ решить задачу с созданием текстового файла в виде маркапа, который позволял, собственно, уже кастомизированный файл отправлять к тому устройству. На этом, естественно, все и не закончилось. Дальше клиент захотел добавить сайт, через который можно было трекать состояние заказа, можно было перестартовывать и так далее. Плюс добавить поддержку для конечных пользователей, чтобы они могли видеть свои заказы, историю и так далее. В итоге все это немножко еще выросло. То есть уже появился сайт с набором технологий, всех, которые необходимы для его поддержки. Плюс появились репортинг-сервисы для создания отчетов. Количество заказов вырастало, нужно было оптимизировать, нужно было понимать, что творится. Это лишь частный пример. Да, и появилась очередь сообщений между основным приложением и клиентским, которое позволяло лучше разруливать то, какое устройство будет выполнять следующий заказ. Это лишь частный пример того, как это происходит на практике. Но вот, собственно, набор всех этих технологий, которые вы видите перед собой, это и был степ технологий конечного проекта. Вопрос о том, чем приходилось, какими технологиями занимался, какой программист, можно сказать так. Основным людям, которые этот проект начинали, приходилось заниматься всем. То есть и PHP, и C++, есть и Sharp, и SQL сервером. В принципе, покрывать полностью весь функционал. Поэтому, когда вы будете выбирать свой стек, то просто принимайте его внимание, что вам не обязательно зацикливаться только, если вы выбрали .NET или только Java, вам не обязательно зацикливаться только на технологиях внутри этого языка или фреймворка. И желательно обладать набором знаний, который позволит вам сделать полное решение от базы данных до клиентов, до веб-сайта. то есть чтобы вы хотя бы имели представление о каком-то уровне создания, называется full-stack development. Конкретно какие технологии вы будете выбирать, они могут варьироваться. Собственно, на этом я заканчиваю презентацию. Если есть какие-то вопросы, прошу. Коллеги, у нас есть 5 минут на вопросы, поэтому давайте начнем. Да. Пожалуйста. Скажите, Власка, как вы бачите мое путнее IT в Украине? Ну, IT развивается на текущий момент, и это неизбежно. То есть вопрос больше в политическом и социальном аспекте, чем в технологическом. Какая будет ситуация с политикой, предсказать не могу. Но в принципе количество IT в нашей жизни неуклонно растет, поэтому в будущем, насколько я вижу, почти каждый человек так или иначе будет программировать. То есть то, что программирование будет введено как обязательная дисциплина для всех в школах, это уже, по-моему, какой-то факт. Просто сейчас это не является обязательной дисциплиной на экзамене, но в будущем, я думаю, что это нас тоже ожидает, поскольку даже с появлением умных телевизоров в доме, с появлением смарт-домов, которые уже есть в компании в Киеве, которые занимаются созданием, если вам нужен смарт-хаус, именно полностью электроны, они уже могут вам сделать, это есть уже в Киеве сейчас. Поэтому, чтобы всем этим уметь управлять, как-то настраивать, то есть иметь какую-то элементарную эти грамотность, это становится неотъемлемой частью жизни каждого человека сейчас. вариант систем примитивных, которые сейчас могут загенерить простенький скрипт под вашу задачу, уже появляются. Пока это очень примитивно на базовом уровне. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok